У Евгения Санина в фотоделе есть две страсти – лошади и лебеди. Он предпочитает ловить яркие моменты, а не снимать статичные кадры. А еще он бывает в таких местах, куда многие хотели бы попасть, но не у всех получается. Так, например, он объездил не только Алтай, Россию, но и зарубежные страны. В частности, побывал в Монголии, Египте, Тунисе, на родине Деда Мороза в Лапландии. Но самые яркие впечатления остались от поездок по Израилю. Нашли там человека, он меня встречал, и вот 8 дней, он меня каждый день с раннего утра, в 7 утра за мной приезжал, и в 10 вечера меня возвращал обратно в гостиницу, как бы и с утра до вечера, вот 9 дней я ездил везде. В основном это было, конечно, исторические места, святые места, какие-то, которые ценность для людей представляют. Вот, ну, почти весь Израиль проехал, как бы, да очень много материала там отсняты. Фотографии, говорит Евгений, он начал баловаться еще со школы. На уроках труда был кружок фотодела. Снимать осознанно бейчанин решил с 2001 года. К этому подтолкнули определенные жизненные события, после которых он начал видеть мир другими глазами. Бензовоз не справился с управлением, просто навстречу мне ехал, его вынесло на мою полосу, и, соответственно, я в него на полном ходу на трассе въехал, была вот авария, была операция одна, операция вторая. Я просто в этот момент понял, что вот жизнь проходит, а вокруг-то мы не смотрим совсем, и надо смотреть вокруг. После этого он купил себе японский фотоаппарат Nikon и потихоньку начал профессионально заниматься съемками. На сегодняшний день бейчанин выпустил 8 фотоальбомов. Буквально неделю назад вышла свежая работа – набор подарочных открыток «Не лебединые истории». Это 32 снимка. Они все нестандартные, все интересные. То есть, с одной стороны, как бы оформлена она лебедями, а с другой стороны, я говорю людям, что главное там на оборотах. А на оборотах там те истории, которые я написал. О истории о жизни, добре, семье, любви, верности. То есть, о основных жизненных ценностях людских, о том-то добром, о светлом. В ближайшее время он планирует две масштабные поездки по Алтаю. Первая состоится в долину Чулышмана. Евгений считает ее одним из лучших мест для съемки. В частности, там есть уникальный водопад. Осенью в село урожайное. Понаблюдать за лебедями. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни.